Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Видео по поводу ответов из Следственного комитета. Пришло всего три письма от разных женщин. Написали мне. Первое. Это было 28 сентября. Ваше обращение ГРСК-11-45-01-22 от 21.09.2022, поступившее на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации проведение процессуальной проверки по факту смерти Шатунова Юрия Васильевича, рассмотрено, учитывая, что в соответствии с установленным порядком в Центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации по существу рассматриваются обращения, обжалующие решения руководитель следственных органов СК России по субъекту Российской Федерации с приложением копии ответа за подписью руководителя. В целях оперативного рассмотрения доводов обращение направлено в ГСУ СК России по Московской области с поручением уведомить вас о результатах его рассмотрения. Старший инспектор 1-го отдела управления контроля за следственными органами Главного следственного управления ХУХУА. Хорошая фамилия такая, но подпись есть, фамилия есть, все есть. То есть это значит, что предложение поступило, оно рассмотрено, но здесь в черном по белому написано, что в процедуре они посылают это заявление вниз, то есть спускают они его вниз, и только тогда, если оно не будет рассмотрено или будут какие-то жалобы, только тогда с этим заявлением уже, с этим ответом можно писать наверх. То есть вот такая система, так она работает. Поэтому здесь не хорошо, не плохо, это говорит о том, что обратная связь появилась. Походу буду сразу давать еще информацию, которую мне присылали в переписке. Не все, конечно, я еще раз говорю, я сейчас в чатах Юры Шатунова нигде не состою, я не пишу и не вижу. Но кое-что интересное мне присылают. Люди находятся, они видят и ведут свое расследование, и правильно делают, что не успокаиваются. Я в конце этого фильма скажу, почему. Вот такой был интересный комментарий. Важно, отправляю вам подсказку. Дача, на которой все произошло, находится в Садовом товариществе, Ласковый май, в 45 минутах от травмпункта, куда привезли Юру. Кудряшов сказал, 23.10 стало плохо. Потом еще 30 минут звонили в скорую. Привезли в травмпункт в 23.30. Увезли из травмпункта на скорый час 58. Видео со временем сразу убрали. Но тех, кто расследует, есть. Без сомнений, это было спланированное. Расследуйте по времени и все начнете понимать. Вот такая подсказка. Вот такую подсказку написали. Поэтому эту информацию даю тем, кто дальше занимается, кто в чатах, кто переписывается. Вот такая еще есть подсказка интересная. Еще. Другой женщине прислали. Прокуратура Московской области. В прокуратуре области рассмотрено ваше обращение о ненадлежащем проведении процессуальной проверки и по иным вопросам ВОО 34071-22. Я, кстати, не знаю, вот это уже обращение, это было по нашему тексту или граждане писали свой текст. Здесь я не могу вам точно сказать. Я просто говорю то, что мне прислали документы. И мы их сейчас разбираем. Еще раз, это не хорошо и не плохо, потому что запасайтесь терпением. Если мы действительно хотим разобраться, что произошло, это долгий процесс. Потому что там тоже готовились, вы же понимаете, они же готовились не для того, чтобы их взяли вот как кроликов быстренько. Там тертые калачи, криминалы, причем высокого уровня. Поэтому, конечно, у них тоже все подготовлено. Они тоже это все знают. Они-то как раз в теме, как это все происходит. Но мы получаем свой такой опыт. И здесь нужно просто спокойные, спокойные нервы и настраиваться на длительную работу. Это именно работа. Разъясняю, что материалы проверки по факту смерти Шатунова Юрия Васильевича находятся в производстве первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. В соответствии со статьей 123 УПК РФ действия, бездействия и решения дознавателя начальника подразделения дознания начальника органа дознания органа дознания следователя руководителя следственного органа прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном УПК РФ порядке участниками уголовного судопроизводства а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. Значит, скорее всего, это, возможно, посылали какое-то свое заявление. В поступившем обращении вами не указано, в какой части проведения проверки затрагивают ваши права и интересы. В связи с этим у вас отсутствуют правовые основания для обжалования действий или бездействия следователя. В соответствии с пунктом 3.3 инструкция о порядке рассмотрения обращения приема граждан в органы прокуратуры РФ, утвержденный приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.20.13.0.45 Опять она у нас здесь фигурирует. Копия вашего обращения направлена для организации рассмотрения в ГСУ СК России по Московской области в части «Компетенция» Сиредин. Значит, ну что мы здесь узнали? Здесь появилась у нас новая информация. Безусловно, это отписка, но я не знаю на данный момент первый текст, который посылали в прокуратуру. потому что здесь, значит, не должное... Здесь они отвечают на то, что было не должное расследование. И что они нам сказали? Что это дело находится в производстве первого управления по расследованию особо важных дел. Вот хотя бы оно находится в производстве. Пока я просто читаю, потому что все эти нюансы мы потом будем разговаривать с юристами. Юристы, подключайтесь. Пока у нас только один юрист, вот, подключайтесь другие. Юристы – это народное дело. Подключайтесь, вот, благотворительно, что ли. Это дело, я скажу, еще раз говорю, в конце фильма я скажу, почему это важно, почему так важно разобраться в этом вопросе. Вот, и по поводу того, личная заинтересованность, значит, затрагивают ли их интересы. Мы тоже об этом поговорим. Потому что, по всей видимости, в письме, которое прислали, они либо четко не написали, хотя они могут и все четко написать, и вот таким образом тоже сделать отписку. Это я тоже допускаю. Это не значит, что они ответили 100% на то письмо, которое им пришло по существу. То есть они решили, что не затрагивает ваше право, вы там вообще ни при чем, а мы сейчас поговорим, затрагивают или не затрагивают. Я просто сейчас вам привожу то, что мне прислали в документ. Вот обратную связь. Первая обратная связь. Ну, вот женщина пишет сообщение. Наверное, устали от наших, от шквала наших обращений, теперь даже не перенаправляют, а сразу футболят. Хотя последний абзац не совсем поняла. Все-таки что-то будут рассматривать вот это обращение. Пока сама ничего не могу сказать, потому что должно быть гораздо больше ответов нам. И вот из их, из этого количества и того текста, что они будут писать, будут одно и то же писать, или они будут какие-то разные вещи им присылать. Или разные тексты. Надо посмотреть, что они будут нам отвечать. Теперь еще несколько комментариев или информации из комментариев, которые мне присылают. Скрины из чатов. Это по поводу того, какое имеют отношение или не имеют отношение. Вот ответы из прокуратуры было. Сейчас опять-таки в конце видео вы поймете, почему я так говорю. Вот, допустим, такой текст люди пишут. Я даже не знаю, кто это пишет и в каком чате. Чатов много, значит, его поклон... Чтобы сразу успокоить его поклонников и народ. Произошел, мол, несчастный случай. Концерты его измотали. Почему не арестованы Разин и Кудряшов? Последний очень фальшивый и неискренний рассказывал хронологию событий, которые сначала подтвердили, а затем категорично опровергли сотрудники медучреждений, куда был доставлен Юра. Почему не арестованы в экстренном порядке лица, которые обязаны были броситься к столь известному умирающему и немедленно попытаться оказать ему медицинскую помощь? Замечу, они спокойно для вида стояли в стороне и смотрели на адские муки и боли Юры. Ну вот здесь мы... Здесь текст... Вот люди пишут. Какой здесь смысл в этом тексте? О том, что не была оказана помощь страдающему, умирающему человеку. То, что произошло, профессионально замаскированные убийства с отягчающими обстоятельствами в составе преступной группы вполне очевидно мне, как следователю с 30-летним стажем и всем моим коллегам. А последний, ниже мной обозначенный пятый пункт, просто обязан отрезвить всех поклонников и опровергнуть всякие сомнения по поводу насильственной смерти Юры. Но вот здесь как бы пишет следователь с 30-летним стажем. Вот мнение. Ну, если это так и есть. Ну, возможно, возможно. Дальше он пишет. По пунктам все пишет. Тело в спешном порядке хотят кремировать. Это якобы родные так хотят. Но поверьте, единственный родной взрослый человек Юры это его жена Светлана Шатунова. Бедная женщина, убитая горем, сейчас находится в таком состоянии, что не может ничего решать. Все, как известно, решает продюсер Аркадий Кудряшов. Он этого не скрывает. А данный господин хочет кремировать тело Юрия лишь потому, чтобы позже правоохранительные органы не смогли бы произвести эксгумацию тела с целью проведения повторной тщательной экспертизы на наличие в организме отравляющих веществ. А такие, очевидно, есть в их вечером 22 июня Юрию незаметно подсыпали напиток или еду. Поверьте, моему долгому, горькому, профессиональному опыту. Это циничное убийство в корыстных целях в составе организованной группы. Юра Шатунов не умер, его убили. Пожалуйста, распространите мой комментарий. Вот такой скрин мне прислали. И вот это все можно сформулировать далее для прокуратуры Московской области, которая считает, что недостаточно затронуты интересы людей. Сейчас мы еще чуть позже поговорим. Вот это еще дополнение просто по логотипу. Помните, я обратила внимание на логотип, на фотографии Юрия. На могиле было фото в Олимпийке, с синей Олимпийке с надписью СССР. И я сказала, что это фотошоп, что на самой Олимпийке вот этого логотипа не было. Этот логотип добавили на картинку. И я сказала, как быстро подсуетились. Прошло очень мало времени, нужно было приготовить эти фото, как будто заранее готовились. И вот, что мне пишут. Доброго дня, Галена увидела в одной из групп, обсуждали логотип Юрия Шатунова. Логотип, оказывается, старый. Был придуман для студии Ласковый май. Эти календари тому подтверждение. Все время преподносили, что это сын Юры нарисовал. Но нет, скорее всего, сын не придумал, а просто перерисовывал для открытки. И вот есть, Юрий как бы писал школьное задание по английскому языку у моего сына Денниса. Тема «Открытка другу, которого давно не видел». И все думали, что это сын нарисовал Юры. Он здесь вот не пишет, что он именно этот логотип нарисовал. Он просто нарисовал, взял этот логотип и нарисовал эту картинку. Но логотип этот был на старом календаре 92-го года. Это говорит о том, что логотип этот кто-то им подсунул. Да, Юра им пользовался и не обращал внимания. Но мы рассмотрели, что это не такая уж невинная штучка этот логотип. Ну, не буду больше на этом останавливаться. Это было в одном из моих первых фильмов по расследованию. А мы пойдем дальше. Вот еще 92-го, и там логотип уже есть. То есть, это не сын Юры, его придумывал. Все, с этим разобрались. Разобрались с той фотографией фотошоп, разобрались с этим логотипом. Все это было изначально. А теперь возвращаемся к юриспруденции. В одном из своих фильмов по обращению в Следственный комитет я вам показывала в прямом эфире о том, чем являются эти организации. Они являются коммерческими, юридическими лицами, организациями, которые исполняют исполняющие обязанности этих органов на территории Советского Союза. То есть, советская власть упразднена была, упразднена, и вместо нее поставлены органы, которые стали не советскими, а стали коммерческими. Но они выполняют вот эти государственные функции, Следственный комитет в том числе, и давайте посмотрим прокуратуру. Я показывала, как определять, какие органы являются государственными, а какие являются коммерческими. Там, где ОГРН начинается с единичку, это значит коммерческая структура, коммерческая фирма. Но она существует на бюджетные деньги, народные средства. И давайте ее посмотрим. Надежность у нее высокая, у прокуратуры Московской области. То есть, работает хорошо. Посмотрим основные виды деятельности. Деятельность прокуратур субъектов Российской Федерации. 84.23.32 Вот. И если мы ее найдем, вот она, да, что она? Расшифровка. Давайте расшифровку посмотрим. Прямо с вами, смотрю, в прямом эфире. Предоставление государственных услуг обществу. Деятельность в области юстиции и правосудия. Видите, все шифры можно расшифровать. Они есть в открытом доступе, в интернете. Код ОКВЭТ 84.23.32. Кстати, хорошие масонские цифры. В классификатор входит раздел о государственном управлении, обеспечении военной обязанности, социальное обеспечение. Вот нас интересует социальное обеспечение и предоставление государственных услуг обществу. Общество требует оказания услуг. И они обязаны отвечать обществу, а не делать отписки. Поэтому они, конечно, могут делать отписки, потому что у них свой взгляд на вещи, в том числе на гибель Юрия Шатунова. Кто-то там, наверное, люди разные все, кто-то согласен с нами, кто-то может быть категорически не согласен, а кто-то может быть, не дай бог, и связан с криминалом. Ведь могут быть внедрены в прокуратуру Московской области те, кто связан с криминалом и кто его покрывает. Криминал, он же тоже не дурак, он же будет засылать своих агентов во все эти структуры. Но сколько об этом книг написано еще в советские времена. Они же тоже хитрые люди, они хотят совершить преступление и остаться безнаказанными. И свалить свое преступление на кого-то другого. Они всегда подставляют кого-то для того, чтобы не нести ответственности и наказания за свои преступления. Ну, ежу, понятно, да, это очевидные вещи психологии. Они хотят совершить что-то, что-то получить, взять чужой ресурс, как правило. Это паразитарные мозги. Взять чужой ресурс, но свалить это на другого, чтобы за это не отвечать. Хотя вор должен сидеть в тюрьме. Посмотрим. Вот что это входит сюда. Понятие включает принятие закона в соответствующем регулировании таких сфер, как налогообложение, национальная оборона, общественный порядок. Вот нам нужен общественный порядок и безопасность. Потому что если у нас мирного человека, известного человека, певца, исполнителя, любимого, который отработал большой тур и собрался ехать к семье, и вдруг с ним что-то происходит непонятное, он погибает вдруг резко после отдыха на даче, на рыбалке с друзьями. И друзья там путаются в показаниях, и дальше просто замыкаются и ничего не говорят. И его каналы, его средства связи с общественностью, в них находятся какие-то посторонние люди и рулят там, и удаляют комментарии самого автора, то есть просто стирают его из памяти, начинают там что-то писать, какие-то подставные лица. Это что? Общественный порядок не нарушен? И здесь безопасность не нарушена? Это может каждый так захотеть убрать человека, захватить его в соцсети, рулить там, захватить его квартиры, его тапочки. Ну, в буквальном смысле, посмотрите на тапочки, на шлепанцы, которых был Юра, и в которых был тот самый бывший директор, тот самый продюсер, он все, он закончился как продюсер, как только умер Шатунов. Но получается, нет. И вот здесь у нас как раз входит общественный порядок и безопасность, миграция, международная деятельность, финансы, природные ресурсы, охрана окружающей природной среды, образование, наука, культура, здравоохранение, физическая культура и спорт и туризм, юридический или институциональный статус не является определяющим при отнесении вида деятельности к данному разряду. Но это уже, по-моему, здесь уже коммерции это отношение имеет. Теперь я прочту то, что мне дала юрист. На основании изложенного в действиях близкого окружения Юрия Шатунова усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния как минимум оставления в опасности статья 125 Уголовного кодекса РФ. Да, обращение также перенаправлено ГСУ-СК-МО Московской области для рассмотрения в соответствии с компетенцией. Статьи, которые можно привести как косвенное нарушение прав. Вот когда там говорят, а какие ваши права, ваш интерес, где там затронуты ваши интересы. Это Конституция РФ, статья 44. Первый пункт. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Второе. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениям и культурой на доступ к культурным ценностям. А у нас получается, что каналы, телеграм-чат и страницы ВК захвачены неизвестными пиратами, которые по своему усмотрению уничтожили все записи Юрия Васильевича с поклонниками. Этого недостаточно? Это не нарушение интересов? Те, кто обращался в чатах Шатуновом теперь не могут вернуться к этой переписке, потому что она удалена. Даже личная собственность, авторские права людей, которые лично переписывались с Юрой, это все уничтожено. Это что, не нарушение прав и интересов? А там для следствия могли бы быть интересные данные и улики, они удалены. Может, она может быть поэтому удалена переписка. У следователей нет по этому поводу вопросов. Народ хочет знать и требует этого своей волей. Воля человека из народа священно. А по уставу прокуратура обязана оказывать услуги обществу. Общество требует оказания услуг качественно. Дальше, статья 46. Первая. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Второе. Решение действия или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде. Многие люди были лишены права доступа к поп-культуре, которую нес Юрий Шатунов. Лишены права посещать его концерты. Лишены права на прослушивание новых записанных, но не озвученных песен. Право общаться в чате лично. Чат захвачен неизвестными людьми, из которого удаляются ценные раритетные видео, музыка, песни. Это нарушение прав. Людей в чате вводят заблуждение от имени Светланы, жены, спекулируют чувствами поклонников, потому что там якобы появилась жена. И Кудряшов лично писал, что да, это она. Он подтверждает в чате Шатунова. Тоже прислали такие скрины, они есть. Все, это все зафиксировано, а никакой Светланы нет. То есть, какие-то фальшивые подставные лица. Это что, не мошенничество, это не введение в заблуждение, это не нарушение интересов и прав человека, который обратился в прокуратуру Московской области по поводу разобраться по поводу всего этого обстоятельств в гибели. Кто захватил эти каналы? Это что, не нарушение прав и интересов? Может быть, письмо не было таким образом составлено, но значит, нам надо корректировать свои заявления, заявительное право свое. В чате предлагают какое-то платное голосование с обещанием возврата денег, вот эти вещи появились. Это вообще, конечно, тема отдельного заявления. И все-таки материал проверки есть в первом управлении СК Московской области по расследованию особо важных дел, и все обращения наши все-таки направляются для рассмотрения. Дальше еще обратила внимание юристам. Статья 29. Конституция. Первое, каждому гарантируется свобода мысли и слова. Второй пункт. Не допускается пропаганда или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и враждов. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Третье, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Четвертое, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. То есть, все, что мы делаем, пишем, мы по Конституции имеем право свободно искать, получать, передавать и производить и распространять информацию, которая не является государственной тайной. А перечень он есть. То есть, мы занимаемся распространением информации, пишем заявление в прокуратуру или в Следственный комитет, имеем на это полное право, мало того, требовать услуги от соответствующих коммерческих организаций, которые находятся на месте советских органов Следственного комитета и прокуратуры. А то, что Советский Союз никуда не делся, вот только-только уже подтвердил и Сергей Лавров. Смотрите, в интернете тоже это все есть, прямо в это в ООН. Сейчас это вопросы прямо поднимаются один за другим. Поэтому, да, народ разбирается, народ просыпается, народ начинает понимать и включаться. И это наша ответственность, потому что, если мы не включаемся в это, во все не разбираемся, значит, мы физлицы, недееспособные бараны, с которыми можно делать все, что угодно. Дальше, пятый пункт. Гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. Это статья 29, она, кстати, у меня в каждом фильме, в самом начале я ее выставляю. Статья еще 24. Второй пункт. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. И вот сегодня в фильме мы и показали, какие права и свободы были нарушены, потому что человек имеет доступ к информации, к культуре, к поп-культуре и к своим собственным записям. Никто не имеет права удалять их, никакой кудряшов не может удалять чужие записи. Когда писал это Юра с кем-то переписывался. Вот об этом нарушены полностью права, но только значит в следующих заявительных документах надо это все тщательно правильно сформулировать, потому что они подчиняются букве законы и они будут отвечать четко по предложениям. Ну, такая система, такая игра. Теперь еще самый главный ответ из прокуратуры Ивановской области. Кто может подавать заявление? Управлением по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-розыскной деятельностью разъясняются права граждан на обращение в органы внутренних дел с заявлением о преступлении и порядок подачи такого заявления. В соответствии со статьей 140 УПК РФ одним из поводов возбуждения уголовного дела является заявление о преступлении в случае если гражданин или организации стали жертвой преступления или очевидцами противоправного деяния они вправе обратиться в любой правоохранительный орган с заявлением о преступлении подать заявление о преступлении могут как физические так и юридические лица от их имени заявление подписывает руководитель юридического лица или иное доверенное лицо заявление о преступлении может быть подано в любой правоохранительный орган МВД, ФСБ, СУ, СК, ФССП, МЧС, Прокуратура Российской Федерации, в том числе территориальные посредством личной подачи заявления почтовой связью с помощью официальных интернет-ресурсов правоохранительных органов. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. При подаче письменного заявления в нем указываются анкетные данные заявителя, адрес места жительства, сведения об обстоятельствах происшедших событий. Обращается внимание, что анонимные заявления не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела. Такое заявление может быть подано путем личного обращения в дежурную часть любого территориального отдела полиции вне зависимости от территориального места преступления. Например, преступление в отношении заявителя совершено во время отдыха на территории другого субъекта Российской Федерации, однако сообщите о преступлении пострадавшей в праве в любом отделе полиции. Понимаете, в любой точке страны вы можете подать заявление на возбуждение уголовного дела, заявление о преступлении, которое произошло в Домодедовском районе с Юрием Васильевичем Шатуновым. По результатам подачи заявления о преступлении непосредственно в отделе полиции, заявителю обязаны выдать талон уведомления, подтверждающий факт принятия и регистрации заявления о преступлении. В экстренных случаях, когда необходим незамедлительный выезд сотрудников полиции на место происшествия, предпочтительным является телефонный способ передачи сообщения о преступлении по номерам 02. Это говорит о том, что каждый человек, гражданин, может подать свое заявление о совершении преступления, причем в любой точке, где бы он ни находился, в нашей стране. Понимаете, они родственники, как нас вводят в заблуждение. Или там якобы какие-то адвокаты, или кто-то еще пишет. Пишется специально той стороной, которая не хочет, естественно, быть разоблаченными, которые это совершили и не хотят разоблачения. Все понятно. Так что каждый человек может подать такое заявление. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на все мои каналы, телеграм-канал, ссылка в описании под видео. Всех вам благ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok